Сегодня в Хантамансийске начинается финальный этап Кубка Мира по биатлону в 15.35. Смотрите на нашем канале прямую трансляцию мужской спринтерской гонки, а перед ней не пропустите очередной выпуск программы «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. Обещаем, будет очень интересно. Мы же обещаем? Обещаем. А сейчас хотим представить мнение нашего комментатора о предстоящем спринте и о судьбе Большого Хрустального Глобуса. Итак, финальный этап Кубка Мира по биатлону открывает мужская спринтерская гонка. И многие фавориты, в том числе наш Антон Шипулин, заявились во вторую стартовую группу. Дмитрий, почему? Илья, ну вы сами знаете ответ на этот вопрос. Меняется погода, в 6 вечера старт, легкий глянец, который позволит этим спортсменам во второй группе бежать по такому хорошему ледику, ну а потом все-таки с учетом большой стартовой группы уже в целом трасса будет разбиваться. Но не это, как мне кажется, главная история применительно к антамансистскому спринту. 8 человек у нас бегут, это расширенная отечественная квота. И очень приятно будет посмотреть как раз и на молодежь, которая отличилась и на тех, кто не бежал на чемпионат мира, таких как Слепов, на тех, кто проиграл на чемпионат мира, таких как Малышка и Лапшин, в частности. Ну и, конечно, Антон. Потому что Касперович не зря говорит делом чести для каждого спортсмена выступление на финальном этапе. И больше того, тренер сборной наш сказал, что ребята выступят лучше, чем в Финляндии. И нет нужды не доверять ему. Поэтому, конечно, мужской спринт я жду с огромным нетерпением. Если говорить о борьбе за большой хрустальный глобус, есть ли у Антона Шипулина шансы разрыв более 100 очков от Мартенов Рука до отставания? Да мне кажется, не надо об этом думать. Победа в каждой гонке – вот приоритет спортсмена по-настоящему. Финал же все-таки. Если этот постулат для себя примерить так по полной программе, тогда успех будет. Но мне кажется, что у Антона Кубок ждет, не дождется в ближайшие пару-тройку лет. Поэтому, если в нынешнем сезоне, скажем, Фуркат четвертый раз подряд, что не давалось, никому возьмет большой хрустальный глобус, если у Антона, скажем, будет вторым, это уже будет довольно большой прорыв, и, мягко говоря, с учетом все-таки таких редких подиумов по итогам сезона у нас. Поэтому сильные и слабые стороны просчитать, посмотреть. И в будущем, я уверен, Шипулин обязательно БХГ возьмет. Присоединяюсь и напоминаю, что не пропустите в 15.05 по Москве программу «Свежий выпуск Биатлон неизвестно с кем». И затем сразу трансляция спринтерской гонки «Прямая» из Хантамансийска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова